Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И мы продолжим сейчас разговор о первом послании апостола Павла Коринфянам и обратимся к восьмой главе. По сравнению с предыдущей седьмой главой, где Павел трудно и довольно пространно говорит о браке, брачных отношениях и все, что вокруг этого связано, здесь он обращается к гораздо более простой теме, хотя и в этой простой теме тоже есть свои подводные камни, свои глубины. Собственно, речь идет вот о чем. В древнем мире среди мясной пищи была просто мясная пища, когда люди забивали скот и шли на базар торговать мясом. Собственно, другие приходили, покупали и все. И была так называемая пища идоложертвенная, когда животных приносили в жертву идолам. Ну и, собственно, как правило, жрецам, которые эту жертву приносили, доставалась какая-нибудь малая часть этой самой жертвы, если только это не была жертва всесожжения, но в основном, конечно, малая часть этой жертвы, а все остальное, кроме крови, отдавалось тому, кто приносил эту самую жертву. И таким образом это мясо жертвы считалось, собственно, неким странным образом благословленным тем каким-нибудь языческим богом, которому эта жертва приносилась. Ну и испытавшим воздействие этих волшебных языческих каких-нибудь персонажей. И называлась идоложертвенная. Вот как с этим быть христианом? Потому что, когда речь идет просто о мясе, ну, мясо себе и мясо. И здесь апостол не видит никаких вообще проблем. Более того, он не обсуждает здесь тему употребления или неупотребления в пищу свинины. Ну, в общем, по контексту Нового Завета мы понимаем, что для христиан в этом особо никакой проблемы не было. Ну вот. Но он говорит следующее. Ну, мы знаем, что идол в мире – ничто. И нет иного Бога, кроме единого. Нет иного Бога, кроме единого. Все остальное – ничто. Вот это чрезвычайно, на самом деле, важная вещь. Потому что, знаете, когда мы сталкиваемся с вот этим библейским откровением о единственности Бога, рано или поздно возникают некоторые недоумения. А что же вот все остальное, что человечество понавыдумывало за 40 тысяч лет своего существования? Ну, потому что, ну, хорошо, вот Аполлон, или там Юпитер, или еще что-нибудь там, какой-нибудь шестеротешиво. Вот это вот что все такое? В те времена, конечно, это была ужасно актуальная проблема. И находилось бесчисленное количество людей, которые пытались сказать, что ну да, там вот единый Бог – это тот, в которого иудеи верят. А тут дальше иерархия, у него там вертикаль. И, значит, на разных этих самых уровнях этой вертикали за вертикаль держатся там такие боги, сякие боги, нимфы, ручья и так далее и тому подобное. Ну, это была очень распространенная точка зрения, и даже в церковь ее пытались протащить, как говорили при старом режиме. Павел говорит, да это вообще нет ничего, это ничто. Это ничто. Хотя и есть так называемые боги, много господ и господ много, но у нас один Бог-Отец, а эти все боги – не боги. Вот что, собственно, главное апостол Павел говорит. Это не боги, так называемые, но нет другого бога, кроме единого. И что бы там ни было, у нас один Бог и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им. И в связи с этим апостол дальше говорит вот о чем, что это все так. Но не все это понимают, не у всех такое знание. Поэтому, если вы будете открыто есть идоложертвенное, то есть то, что было принесено в жертву не тему вот этим самым несуществующим божествам, то это будет не проблема того, что вы осквернились идоложертвенным, а проблема того, как вы отнеслись к окружающим, не стали ли вы для них источником соблазна. Вот что, собственно, хочет апостол Павел сказать. Потому что пища, ну, в конце концов, пища не приближает нас к Богу. Едим ли, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. Это вообще не имеет значения. То есть, будь у Павла возможность говорить современным языком, он бы сказал, что пища является только источником калорий для организма. И ничего больше, что, собственно, действительно так. Поэтому едим ли, ничего не приобретаем, не едим, ничего не теряем. Но вот, говорит апостол, берегитесь не этого, а берегитесь, чтобы ваша свобода не послужила соблазном для немощной. Для тех, кто будет думать, что вот ты ешь идоложертвенное, значит, наверное, признаешь этих идолов. Вот в этом случае не надо этого идоложертвенного есть. Поэтому, делает вывод сам, в конце главы апостол, если пища соблазняет брата моего, да я лучше вообще не буду есть мясо. Только чтобы никто не подумал, что я всерьез воспринимаю вот этих всех идолов нелепых. Да, если кто-то увидит, что ты зашел поесть и сидишь за столом в капище. Ты, может быть, и знаешь, что это все ерунда и не более чем пища, но ни в коем случае не следует соблазнить другого. Вот и это очень поучительное, я бы сказал, рассуждение, которое может для нас служить моделью в том, как поступать или не поступать. Потому что мы можем к разным вещам в нашей жизни, к требованиям, правилам, обычаям относиться по-разному. И многие из них тоже, в общем, не имеют под собой реальные основы, реального содержания. Мало какие обычаи или идеи за две тысячи лет накопились. Но, говорит апостол, важно посмотреть, не смутишь ли ты кого-то, не соблазнишь ли, не заставишь ли думать какие-то нежелательные вещи, смущающие душу, вводящие в грех. Если так, то лучше вообще не буду есть мясо. Вот такая, я бы сказал, очень коротко, просто и ясно сформулированная и очень поучительная вещь. Очень поучительная вещь, понимаете, Павел предлагает нам вообще смотреть на свою жизнь, на себя тоже со стороны и пытаться понять, а что в головах у других людей происходит, как они это воспримут, чтобы их не смутить и не соблазнить. На самом деле, с антропологической точки зрения, очень глубокая и точная позиция. Продолжение следует...